Добрый день, дорогие наши телезрители! Это самый новогодний наш выпуск. Дело в том, что сегодня 28 декабря. И мы решили в честь такого праздника сделать обзор на золотой миксер KitchenAid в новой серии, 175-й. Если быть точной, то название этого миксера звучит следующим образом. 5 KSM 175 PSE CZ. Цифра 175 говорит о том, что это серия миксера с двумя чашами. Одна из них на 4,8 литра. Она установлена сейчас, вы видите. Единственное, что ручка повернута в другую сторону, вы ее не видите, но ручка там есть. Вторая чаша стоит прямо за елочкой. Она рассчитана на 2,9 литра. И еще одна характерная особенность этой серии, это две насадки-лопатки. Видите, что они как раз перед вами лежат. Одна из них с такой серой штучкой на ребре, другая без. И немножко разные они структуры. Та, которая просто белая, она совершенно обычная насадка-лопатка для перемешивания. Та, которая с серенькой штучкой, это резиновая накладка, специальная, чтобы собирать аккуратно массу с чаши, которая при перемешивании может туда уходить. Соответственно, такое более детальное, более надежное перемешивание получается. Ну, напоминаю, что сейчас существует три серии миксеров. Одна из них это 125 серия, там одна чаша. И нет вот этой вот чудной насадки-лопатки с резиновой накладочкой. И также есть KitchenAid Mini, но их мы пока не рассматриваем. Соответственно, вот три серии, на которые сейчас делятся эти миксеры. Итак, начнем же, начнем же этот праздничный выпуск. Как мы видим с вами на экранах, достаточно яркий, красивый корпус у миксера. Не отвлекающий, не раздражающий, но очень приятный. Для тех, кто любит золотые украшения, я уверена, он очень подойдет. Он очень вам понравится. Также, если у вас есть гармонирующие цвета какие-то на кухне, вот как, например, у нас сейчас получилось, то есть, как замечаете, с красным очень замечательно гармонирует. Соответственно, золотой и красный цвета королей, как вы помните. И попробуем же мы его включить, покрутить. Вот мы так откинули миксер. С помощью вот этого вот рычажка это происходит. Хватаетесь из рычажок и тянете. В общем, все то же самое, что сейчас нам продемонстрировала рука. Далее, думаю, мы включим миксер прямо даже в этом положении, чтобы было видно, как вращается венчик. И вот тут есть один неоспоримый минус. Нет защиты от включения в подненном положении. Поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны, не задевайте рычажок миксера, когда поднято забрало миксера. Потому что может получиться травма. Будьте осторожны. Ну, как вы видите, вот так вот работает он на нижней скорости. Венчик вращается достаточно постоянно, быстро, но может еще быстрее. И пошел сходить с ума у нас стол, потому что он раскладной. Стучится к соседям в стену. В общем, не будем мы их сильно беспокоить. Но стол у нас, конечно, не очень устойчив. Я уверена, что на вашей столешнице будет все гораздо спокойнее. Как минимум, она не будет взлетать. Значит, вот так это все выглядит. А у нас еще есть три насадки. И я думаю, можно попробовать нам их поставить. Ну, вот, собственно, насадка у нас встала на нужное место, как мы ее просили. И попробуем посмотреть, как же работает миксер с вот этой вот новой насадкой. И что будет происходить. Рука. Не очень приятный звук, правда? А дело в том, что насадка задевает специально, это сделано за чашу, своим резиновым наконечником. И все с нее собирает. Поэтому не роняйте ничего. Чашу соберет обязательно. Мы выключаем, потому что звук действительно неприятный, раздражающий. И, пожалуй, перейдем к следующей насадке. Ну, вот сейчас мы как раз можем наблюдать насадку-лопатку обыкновенную. Она сейчас установлена. Мы не будем долго на ней остановиться. Просто покрутим ее, посмотрим, как она движется. И что она, в общем-то, делает. Кстати, да, вы сейчас сможете видеть, что на столе не хватает защитного обыта. В комплектации это он есть. Не волнуйтесь, поэтому, когда вы закрываете, перемешиваете или забиваете, что-то на самой серьезной скорости, чтобы не разлеталось, обязательно накрывайте чашу. Спасет вас от уборки после приготовления пищи. Ну, пожалуй, и хватит. Мы ничего сейчас не перемешиваем, кроме воздуха. И я думаю, что мы его уже достаточно разрядили. И, пожалуй, у нас осталась еще одна насадка. Достаточно привычная уже для знатоков этой марки. Но, наверное, будет интересно посмотреть тем, кто видит этот миксер впервые. Поставим насадку крюк. Ну вот, в общем-то, и насадка крюк. Выглядит она именно так, в установленном положении. Вот таким вот образом. Сейчас мы ее также включим. Посмотрим, как она движется. Достаточно интересно. Вот такой вот танец выписывает эта насадка. Как правило, он происходит, конечно же, в чаше. Ну, для наглядности мы сейчас подняли. Вот это для густого теста подойдет. Достаточно для густого теста. Даже пасту вы сможете замешать. Тесто на пасту, разумеется. Мы сейчас ее включим на максимум, чтобы вы оценили просто то, как она прям может. И опять стол стучит подсидимый соседей. Соответственно, мы потом зайдем, извинимся. Вот она мощь. В общем, мораль у нас такова. Если вам, откровенно говоря, надоело собственноручно месить тесто, для чего, конечно, требуется достаточно много физической силы, особенно если это густое тесто, и производить разные другие приготовления для приготовления тортов, теста на пасту или пельменей, наверное, вам будет очень радостно получить вот такой миксер в подарок от близких вам людей, чего мы вам, в общем-то, и желаем в новом году. Забыла вам также сказать, что данный миксер имеет 300 ватт мощности. Мотор выполнен в цельнометаллическом корпусе. Все детали у него тоже металлические, кроме накладок вот на эти вот рычажки. Они, конечно, пластиковые для удобства. Все остальное, будьте уверены, выполнено из металла. Сам корпус покрыт надежной, красивой, прочной эмалевой краской. От разной версии к разной модели она будет отличаться цветом, но в основном только цветом. Если речь не идет о трех отдельных моделях миксеров 175-й серии, о них мы вам расскажем потом. Здесь это золотая краска. Краска надежная, антивандальная, скажем так. То есть мелкие царапины от незначительных воздействий ей не страшны. Так заявляет Киченейт, и мы не видим причины не заявлять так же. Соответственно, данный миксер чем славится? Имеет планетарное вращение, что вы и видели. Привод насадки крутится в одну сторону, сама насадка крутится в другую. За счет этого получается перемешивание и взбивание абсолютно без комков. Убедитесь в этом самостоятельно в том числе. Поверьте, мы знаем, о чем говорим. Вот такой вот миксер. Соответственно, поздравляем вас с наступающим новым 2018 годом. А для тех, кто смотрит это видео позже, не удивляйтесь новогоднему натуражу. Просто снимается это видео накануне Нового года. И мы хотим вам в любом случае пожелать всего самого хорошего в этом году собаки. Вот такой вот миксер. До новых миксеров, до новой техники. Ставьте класс, если вам все понравилось. Если вам нравится этот миксер, этот цвет. Если вам нравятся насадки и елочка. Если вам что-то не нравится, ну, конечно, ставьте нужный вам палец. И только не средний. И, пожалуйста, очень просим, объясните, что вам не понравилось. Мы хотим становиться лучше каждый день. До свидания!